На один алмазный накопитель помещается миллиард дисков Blu-ray. Получается, что кристалл сможет решить одну из проблем будущих квантовых компьютеров. Алмаз обеспечит машины огромным количеством памяти для масштабных вычислений. К нами впервые в мире продемонстрировано лазерное излучение на инвуцентрах в Алмазе. Вот для этого используются вот такие алмазные кристаллы, интересного такого красно-фиолетового цвета. Другую проблему квантовых компьютеров решили российские ученые. Они придумали, как сделать сверхмощные машины компактными. И тоже с помощью алмазов. Для этого они превратили синтетический кристалл в лазер, который сможет управлять набором кубитов, то есть носителями информации. И, что важно, именно лазер позволит квантовому компьютеру работать даже при комнатной температуре. А значит, не придется постоянно использовать огромные и дорогие охлаждающие элементы. Квантовый компьютер можно сделать будет очень маленьким при том условии, если рядом с ним будет лазер, который необходим для его работы. Вот наш алмазный лазер и наш квантовый компьютер, квантовый регистр, будут сделаны на одном кристалле. Ученые назвали алмазный лазер «алмазер». Его принцип работы строится на так называемых НВ-центрах, или, другими словами, дефектах. Исследователи намеренно нарушили стандартное строение кристаллической решетки алмаза. Они сохранили атом азота, но избавились от углерода. И заменили его на пустое место. Именно эта пустота и позволяет лазеру светить красным светом. Вот представьте себе, за одним столом сидят, значит, один человек называет себя азотом, другой, значит, пустое рядом с ним место. Все это вместе НВ-центр. Алмаз является полупроводником. В нем создали так называемые центры окраски, или точечные дефекты. Все это приводит к тому, что он меняет свой цвет. Начинает поглощаться свет, там, с разными длинами волн, в том диапазоне, который мы видим. Благодаря такому дефекту удастся легко манипулировать электрическим зарядом и записывать информацию на квантовые компьютеры. Кроме того, алмазы ртомских ученых выдерживают большие дозы радиации. Он может стать компактным датчиком на космическом корабле или даже лазером на марсоходе. Кто знает, возможно, именно алмазы помогут человечеству колонизировать Красную планету и добраться до газового гиганта в созвездии Центавра.